Вот она замирает. Иди сюда. Юми не садится по моей команде сидеть. Она то садится, то ложится. Юми не умеет, например, давать другую лапу. Дай лапу. Дай другую. Другую. Они не склонны к команде аккорд, и их нужно дополнительно этому учить. Навин? Ай, молодец! Где? Привет, я Аня, и ты на канале Magic Family. И сегодня я снимаю видео про дрессировку нашего супер-мега-активного щеночка Юми Чу. Я буду снимать в таком лайв-стиле, и постараюсь сделать как можно меньше монтажа, чтобы вы могли посмотреть, как это все происходит от начала до конца, весь процесс. По пути буду что-то рассказывать, давать какие-то советы. Эти советы, конечно же, применимы к щенкам менее активным, потому что гиперактивных щенков дрессировать гораздо сложнее. Так что, если ты тут впервые, подписывайся на наш канал. У нас тут очень много разных животных. И поехали! Для чего дрессировать собаку? Например, я дрессирую своих собак не для того, чтобы они были какими-то цирковыми собачками, которые знают команду, а именно для жизни. Для налаживания контакта с ними, чтобы в любой непредвиденной ситуации они меня понимали. Для развития собак, чтобы они были сообразительные. И в том числе большинство команд, которые учу я, они пригождаются именно в жизни. Если вы не хотите учить собаку давать лапу, то это не обязательно. А вот, например, команда «ждать», «сидеть» или «принеси» вполне могут пригодиться вам в обычной жизни с собакой. В том числе и многие другие команды. И я обязательно сделаю отдельное видео о том, зачем дрессировать собаку. Для дрессировки у меня должно быть подготовлено лакомство, чтобы успеть быстро похвалить щеночка. И я использую наш корм платиновый, который мы кушаем, потому что он удобный, он маленький, он мягкий, он быстро ломается, и собаки его очень любят, и за него готовы заниматься. Потом уже, когда идеально собачка будет выполнять без лакомства, можно уже просто заменять лакомство похвалой. Но пока что мы занимаемся на вкусняшку. Кстати, вы можете писать в комментариях, какие команды вы бы хотели, чтобы мы показали, как им учиться. Может быть, мы их не знаем, мы выучим их вместе с вами. А также ставьте лайк, если вы хотите видео побольше о дрессировке, побольше о каких-то командах, о том, как я учу своих собак. Так как Сьюми, потому что она очень активный щенок и очень быстро все делает, и все время хочет скорее уже что-то выполнить, получить. Заниматься с такими щенками чуть сложнее, и поэтому в первую очередь, конечно же, я начала заниматься с ней выдержкой, потому что иначе никакие команды просто мы не сможем выполнять, потому что щенок все время в движении. С Сьюми проще, она более-менее уже понимает, что такое выдержка, но суть простая. Как только собака успокаивается на какую-нибудь команду, нужно ее похвалить. В принципе, вся дрессировка на этом и основана. На положительном подкреплении, то есть на похвале, когда собака сделала уже что-то или пытается выполнить. Я эту команду называю Стоп. То есть, когда Юми начинает суетиться, что-нибудь делать, я ей говорю Стоп. И жду, как только хотя бы она замрет на секунду. И уже сразу же хвалю. Мы сейчас не выполняем никакую другую команду, кроме как выдержку. Стоп. И вот как только я сказала Стоп, и собака замерла, я ее хвалю. Но со временем уже можно удлинять вот этот вот промежуток времени. Кто такой щенок? Кто такой щенок смешной? Я ничего. Стоп. Вот она замирает и уже долго может держаться. Но возможно, что у вас щеночек еще не надрессированный, и он еще не держится так, поэтому вы хвалите хотя бы даже за секунду, за две замирания. Молодец. Молодец. Стоп. И дальше уже, когда собака может выдержать достаточно долго, не бегать, не прыгать, а замирать, мы вытягиваем, вытягиваем, вытягиваем это время. Чем дольше, тем лучше. Молодец. А как только она научится это делать уже без лакомства, можно просто похвалить. Да, Юмичев? Кто такой щенок веселый? Все, иди сюда. Стоп. Молодец. То есть я считаю, что самое главное – это научить щенка выдерживать, ждать, чтобы дальнейшие команды уже давались проще, потому что раньше Юми, например, она вообще бесконечно прыгала, бегала и что-то делала, и получается, дрессировка никакая из этого не выходит. Первым делом нужно научить собачку выдерживать. Команду ко мне учить тоже достаточно легко, когда каждый раз, когда щеночек сам к вам подходит, вы его хвалите. Большинство используют ко мне, а я использую «иди сюда». «Иди сюда, молодец! Иди сюда, молодец!» Научились мы этому тоже просто. Когда Юми сама по себе ко мне подходила, я ей говорила «Иди сюда! Иди сюда, молодец! Молодец, иди сюда!» Иногда это смотрится достаточно странно, когда вы хвалите собаку настолько активно, но именно так она понимает, что она сделала точно что-то правильно, точно что-то хорошо, раз ее так хвалят. Поэтому чем больше вы хвалите, тем больше эмоций вы проявляете. По мне, так лучше собака запоминает, что именно это она сделала, и это было правильно. Юми очень любит молиться. Это она делает уже без команды. Она просит вот так вот «Юми, сидеть!» Юми не садится по моей команде сидеть. Она легла, то есть она выполнила неправильно, и я, соответственно, не хвалю ее и ничего ей не даю. «Сидеть! Молодец!» Даже сам момент, что она села сейчас, очень важен. Даже если собака села не по команде щеночек, вы все равно можете похвалить и сказать «Сидеть!» «Сидеть! Молодец! Сидеть!» Тогда он запоминает, что вот эта поза – это значит сидеть. Понятное дело, что просто так щенок не будет первое время садиться. Один из способов, как говорят дрессировщики, как научить собаку сидеть без рук, без ничего – это показать ему вкусняшку. Вот она вкусняшка, он ее очень хочет. А потом помочь ему рукой. Юми, смотри, какая вкусняшка! «Давай, поднимайся! Давай, поднимайся!» Я считаю, что с собакой нужно разговаривать все время. «Вот, сидеть! Молодец! Сидеть! Молодец!» То есть вот она сама села, и в этот момент я ее хвалю. Села она при помощи показывания ей лакомства моей рукой. «Кто мой ченок? Сидеть!» «Вот, молодец! Сидеть!» «Кто моя собака? Кто моя собака?» «Сидеть!» «Молодец! Молодец! Сидеть!» И с каждым разом щенок уже будет все лучше и лучше выполнять эту команду. Понятное дело, далеко не сразу. Юми, сидеть! «Молодец! Молодец! Сидеть!» Можно слегка помочь рукой показать, что вы хотите от собаки. «Иди сюда! Сидеть! Юми! Молодец! Молодец!» И желательно не повторять команду очень много раз. То есть не говорить «сидеть! Сидеть! Сидеть! Сидеть!» И ждать, когда собака это выполнит. Сказать один раз, а потом какими-то вспомогательными словами. «Молодец сидеть! 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 Молодец! Сидеть!» И только когда собака уже будет идеально знать команду, то есть когда она будет уже выполнять ее с полуслова, сейчас Юми не до конца хорошо знает эту команду, похвалить, погладить и сказать «лежать, лежать, лежать, лежать». Тогда собака примерно понимает, за что, опять же, ее хвалят. Как вы видите, Юми постоянно что-то делает. То есть она то садится, то ложится, то начинает просить. И из-за этого именно нужно тренировать выдержку каждый день. Потому что без этого она просто не будет выполнять команды нормально, как те же София Эйвена. Они быстро схватывали на лету, когда были маленькие. И из-за того, что они не дергались постоянно, им это проще давалось. Ну, вот, например, нам тяжело очень дается команда «дай лапу» именно из-за гиперактивности. То есть если София Эйвен дают лапу и даже Миша дают лапу нормально, спокойно, одну, то Юми она все время в движении. Кажется, что научить собаку давать лапу достаточно сложно. Особенно тем, у кого первая собачка, кто только начинает и кто никогда не занимался дрессировкой. Но на самом деле это не так сложно, как кажется с самого начала. Сидеть Юмичу. Вы просите ее дать лапу. И, конечно, она на вас смотрит, типа, что вы от меня хотите, дай лапу. Сейчас Юми уже дает лапу нормально, более или менее нормально, это сейчас очень спокойно было. Но на самом деле она обычно дает лишь бы что, вот так вот лапы начинает играть с руками, лизаться и так далее. В вашем случае, если собака вообще, щеночек, не дает лапу, то можно как раз точно так же помочь ему. То есть попытаться его разыграть. Кто такой щенок? Кто такой щенок? Дай лапу, дай, дай. И даже можно взять его лапку, подержать и сказать, дай лапу, дай лапу. Похвалить. Дай лапу, молодец. Но это вот именно дрессировка с прикосновением. То есть вы сами показываете, что делать. Но вообще в идеале добиваться этого без прикосновения. Да, Юмичу? Дай лапу. Молодец. После того, как вы в игре научили собаку давать лапу, то есть просто кидать ее в вас, по сути, она еще не понимает, что это какая-то команда. В этот момент обязательно не забывайте хвалить, давать лакомство и произносить эту команду. Дай лапу, дай лапу. Тогда собака запоминает, что вот это слово, вот эта фраза и вот это действие и вкусняшка связаны как-то между собой. И вот так надо делать. Юми не умеет, например, давать другую лапу. Дай лапу, дай другую, другую, дай другую. Нет, я не хвалю ее, но и не ругаю ничего, просто игнорирую неправильное действие. Дай лапу. Вот, молодец. То есть она уже очень быстро поняла, что нужно дать другую лапу. Молодец, дай другую, другую, молодец. Дай лапу, дай другую. Друг. То есть я не хвалю ее, никак не реагирую на то, что она дает другую Не ту лапу мне Дай другую Другую Можно попробовать поменять руки, чтобы ей было удобнее Другую 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 Все Сейчас она уже не дает второй раз свою лапу Потому что она, не второй раз, а какой-то раз Потому что она уже не понимает, что я от нее хочу Она же дает мне лапу, почему мне не дают вкусняшку Другую Юми, дай другую Вот, молодец, другую Ай, другую, молодец То есть я все-таки добилась от нее, не прикасаясь к лапе, чтобы она все-таки дала другую И в этот момент я ее очень хвалю Дай лапу Молодец, дай лапу А теперь другую Другую Ай, молодец, другую Ай, молодец, молодец То есть за дай лапу я просто ее похвалила, не дала лакомства А когда попросила другую, я ее похвалила сильно и дала вкусняшку То есть вот за пару раз Юми уже поняла, что от нее требуется, но эту команду она знает еще очень плохо, мы только сегодня ее по сути выучили и нужно постоянно ее повторять. Ну не сегодня, а вообще каждый день. Дрессировкой лучше заниматься, чтобы собаке стало не скучно 10-15 минут в день, не больше, потому что иначе собаке становится скучно. Сейчас, скорее всего, Юми уже не очень хочется заниматься. И, конечно же, каждую дрессировку желательно заканчивать с той командой, которую вы точно знаете хорошо. То есть вот вы закончили на какой-то получившейся команде и обязательно поиграли, сделали что-то хорошее, чтобы дрессировка запомнилась, связана была с чем-то приятным. Лежать. Молодец лежать. Молодец, Юми, лежать. Молодец лежать. Все, мы команду выполнили и сейчас нужно закончить каким-нибудь приятным действием для собаки, например, игрой. Да, Юми? Кто? Чей мячик такой? Чей мячик? Чей мячик? Держи, лови мячик. Она, конечно же, скорее всего, его сейчас мне принесет, потому что Юми уже научена приносить мячик. Если вы, кстати, хотите видео, как научить собаку вообще что-либо приносить, особенно маленькую собаку, которая и которая не склонна к этому. То есть некоторые породы, они просто склонны приносить и даже приносят сами поиграть. А некоторые, например, чихуашки, они не склонны к команде аккорд и их нужно дополнительно этому учить. Точно так же, как собаки не склонны чихуашки, например, ловить что-то, какие-то предметы, но я стараюсь учить для развития всех своих собак тоже ловить. Да, не получилось поймать. Нет, не получилось. Лови. Лови. Юминчик, давай. Лови. Лови. Ай, молодец. Ай, лови, молодец. Я взяла мячик чуть поменьше, но такой, чтобы Юми не смогла его проглотить. Лови. Ай, молодец. Молодец, лови. Надо было с мячка поменьше начинать. Где? Лови. Ай, молодец, молодец. Ну что ж, я надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Как я говорила, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы и в том числе моих говорящих собачек. У них есть свой видеоблог. Ссылочка в описании и скоро увидимся. Пока. Молодец.